Да. Главный вопрос. Сафона все-таки прилетит или нет? Потому что у него нет никакой. Сафона прилетит. Выводин уже тренировался. Завтра минутай. Просто, Виталий Татьянович, была информация, то ли он постудился, то ли что-то. Как его состояние? Скажем, было легкое недомогание, из-за которого просто не смог поехать на матч Курселин, где он должен был сыграть первый матч. К сожалению, пропустил. Но к матчам сборной готов. Знаете, как часто бывает, иногда, и прошу прощения, когда человек куда-то улетает и возвращается другим человеком. Какие вы перемены нашли в Матвее после того, как он в одном из ведущих клубов мира тренировался в течение нескольких месяцев? Это, наверное, будет видно, когда уже при личном общении, в тренировочном процессе. Пока из тех разговоров, которые были с Матвеем, перемены происходят. Из разговора с тренером вратарей-пассажей, из разговора с самим Матвеем, перемены происходят. Процесс тренировочный другой. Мастерство игроков, с которыми тренируются выше намного. Скорость принятия решений, скорость того, как они думают, и скорость того, как делают, она намного выше, чем в Краснодаре и в чемпионате России. Поэтому первое время сложно было. Сейчас, со слов Матвея, оно лучше. Со слов тренера вратарей, он развивается, он растет. Но это, в принципе, все было предсказуемо. И если помните все интервью, которые были, нужно время на адаптацию. На это время, как обычно, уходит Андрея. У него где-то месяца два ушло. Где-то два-три. Здесь тоже где-то так же будет. И я думаю, еще месяц. И я думаю, чем позже будет первый матч Матвея, за послужить, тем лучше. Есть ли у вас объяснение Игоря Вантрякова в последний третий? Про Илюшу скажу так. Очень сильно провел этот отрезок. Если не брал вчера в матче, сделал ошибку. А потом все игры отыграл. Они оба держат уровень. Планку высоко держат. Оба были в списке. И у нас могло так получиться сейчас. Могло быть две замены сразу. И Андрей Лунев, и с Матвеем. Поэтому у нас две замены. Они до конца были готовы. И до сегодняшнего момента они готовы были заменить и приехать. И, в общем-то, мы не переживали за эту позицию. Психологически тяжело работать через пару дней. После таких ошибок? Через пару дней? Через что? После таких ошибок с вратарем в гамках? Нет. Вратарь, если психологически устойчивый, а ментальный Илюша очень сильный, я думаю, он быстро забудет и пойдет дальше. И будет опять играть сильнее. Сергей Сергеевич, но есть мнение, что игра ногами не самая сильная сторона. И проявилось ли вот это во вчерашнем матче? Дело же... Смотрите, есть стиль игры команды. Стиль игры локомотива не подразумевает много передач, коротких, средних в пределах шрафной, да? При начале атаки. Сам стиль не подразумевает. Хотя, сейчас они стали уже больше, меньше, скажем, делать длинных передач. Если есть возможность, вот мы даже для Ильи подготовили здесь видео, где он находит передачи, короткие, средние, где раньше не находил. Наоборот, в этом плане он становится лучше. Вы удивлены тем, как начался сезон локушонок? Приятно удивлены. С чем вы это связываете? Психология, ментальность. И я вообще говорил же, да, как второй год. Первый год отыграл очень сильно. Это первое. Второе. Не припомню случая, чтобы вратарь команды, которая покинула Премьер Лигу, приходит в лучший клуб страны. Это первое. Не помню таких переходов. Еще становится первым номером. И еще играет так же уверенно, как в Балтике. Таких рекордов, наверное, не записывают. Но это, скажем так, показатель, наверное, на будущее ориентир для многих вратарей. Очень за него рад и приятно удивлен. Наталья Ильич, по поводу выбора... Да, поэтому он сборный. По поводу выбора вратарей. На какой матч планируете использовать Матвея Сафонова с учетом его недавнего недомогания? Да. И на какой, соответственно, двух других? Все сыграют же? Скажу. Хотим, чтобы все сыграли. Значит, первое. И изначально, и потом, после разговора с тренером вратарей, после же, который просил, чтобы Матвею дали матч сыграть целиком. И он просил, чтобы дали матч сыграть с командой, которая по рейтингу выше. И это уже было понятно, что это Таиланд. И Матвей об этом знает, что он готовится к матчу Сафонова. А как вообще происходит в сборной и выборке у меня вратарей? То есть, вы пишете из листочка, приносите его в карпинг? Или как вообще? Абсолютно верно. Да. И он не может отменить ваше решение? Почему? Он может спросить, почему этот вратарь, а не этот, а он спрашивает, почему. Я объясняю, почему. Было бы хоть раз, что он изменил ваше решение? Ну, не помню такого, но мы вместе всегда обсуждали. Приходил с листочком, но обсуждали вместе. Вы сказали, что просил тренер вратарей ПСЖ, а кто это и как происходит ваша коммуникация? Очень просто, он испанец. У нас в команде очень много испанцев. Виктор Савельевич Анопко выступил в роли переводчика. Дорхо очень коммуникабельный человек и разговор получился. Очень легкий. Вы смотрели матча Пассажа в этом сезоне? Да. И у вас не возникло ощущение, что то, как играет Донорума, то, что его можно выбить из состава? Что, собственно, мы и Матвею и желаем. При каких обстоятельствах, на ваш взгляд, это может произойти? Первое, Матвею нужно, в первую очередь, на тренировках показывать уровень, как минимум, не ниже Донорума. Он уже к этому уровню подтягивается. Это тоже не просто, но он уже к этому уровню подтягивается. Второй момент, я думаю, как только подтянется и Донорума где-то даст осечку или даст повод к тому, чтобы его поменяли, это произойдет. А там уже все будет в руках Матвея. Виталий Витальевич, вратарь – это позиция, которая требует максимальной концентрации всегда. Насколько какие-то сторонние вещи в личной жизни могут повлиять на концентрацию вратаря, на строй человека? По вашему личному опыту, когда у человека в личной жизни есть какие-то проблемы, насколько это сильно влияет на концентрацию вратаря и его уровень, соответственно? Это зависит от характера и от психологического состояния самого вратаря, насколько он умеет справляться с этим. Оно может очень сильно повлиять. Таких примеров у меня было предостаточно в моей карьере, практике тренера. Если вы про Матвея, то он очень хорошо справляется с этой ситуацией, она ему не мешает. Есть вратари, которым она мешает. Это зависит от самого вратаря. Может, он не мешает очень сильно. Давид Волк очень ударно начал этот сезон. Особенно Керка провел последний матч. Что вы скажете по его форме? И стоит ли его, может быть, ждать в сборной на следующий сборной? Давид Волк я, правильно? Да. Ну, вообще, за него очень рад. Если знаете, команду в Рубиново привел я тогда. И большое будущее тогда сказалось, если найдете интервью, что у этого парня. Потом, когда ушел в Ростов, по каким-то причинам с ним там расстались. И все это время мы были на связи. Я рад, что он прогрессирует. Буквально здесь вот недавно, неделю назад с ним разговаривали перед этими двумя матчами. И тогда я ему сказал, если он эту планку, которую начал с начала сезона, будет держать, я ему позвоню. Потому что он очень сильно играет. Да, вы сказали по поводу, при каких обстоятельствах может Сафонов получить место в составе. Это вот эти критерии, которые вы перечислили, это испанец сказал или это ваша точка зрения? Нет, я об этом не корректно спрашиваю. Это просто я так думаю или, скажем так, я могу ошибаться, но это вот из опыта такого, который есть. Просто, может быть, мы не до конца, знаете, как оцениваем конкуренцию, в которой оказался Матвей. На ваш взгляд, Донна Рома входит в топ-3 лучших ротари мира сейчас? В топ-3 не скажу. То, что ротари очень сильные, да. Вот с Матвеем разговаривали, чем силен Донна Рома? Не делает ничего лишнего. Все делает правильно. Плюс Матвея в том, что тренер испанец и проповедует тот же футбол, что и многие команды современные, которые у нас в России, кстати, обсуждают. Осуждают, которые играет Ростов. Это выход из обороны за счет коротких, средних передач. Здесь Матвей сильнее однозначно. Я думаю, что если во всех остальных компонентах он подтянется, то это сразу выйдет на первый план. То есть ваша оценка, что Матвей в игре ногами сильнее Донна Рома? Безусловно. Если вы посмотрите чемпионат урок последний, там очень много моментов, когда под Донна Рома открываются опорные полузащитники, а он делает длинные передачи. И они ему показывают, ну вот же мы стоим, дай нам пас. Там буквально 15-20 метров, а он делает длинный, потому что он не уверен в себе. Виталий Витальевич, перед стартом сезона Матвей Сафонов после перехода дал интервью, в котором сказал, что чемпионат не начнется, а Станислав Агатцев, безусловно, первый номер чемпионата России. Как вы оцените эти слова? Агатцева не вызвали. Что можете сказать про игру Станислава? Играет очень хорошо Стасик. То, что сказал Матвей, эти итоги будут подводиться в мае, да, поэтому прошло немного времени, но Стас играет очень хорошо. То есть он достойно заменил Матвея, команда наверху, пропустил очень мало, Стас много выручает, мало ошибается, то есть пока все идет так, как сказал Матвей. Ну, хочу сказать, что очень много вратарей сейчас играет хорошо. Вы сейчас сказали, Давид Волк, да, Богдан Москевичев. В последнем туре вот только несколько матчей, где вратари были лучшими. Игорь Тарфеев с Химками, Богдан Москевичев с Динамо, значит, Давид. Это те игры, где вратари принесли очки. То есть там, где их команды могли потерять очки, вратари принесли. Кроме того, очень сильно играет на отрезке и Илья Лантратов, и Саша Максименков. Почему в расширенном списке они были и готовы в любой момент сейчас заменить были наши вратари. Вратари играют хорошо, поэтому сложно будет выбирать вратарей. Много хороших играют. Пока, в общем, уровень очень высокий, скажем так, на этот период, на первую треть. Вы продолжаете при этом смотреть за теми, которые играют в зарубежных чемпионах? Насколько я понимаю, это и Ладыгин, но у него, правда, сейчас ситуация похуже. И Хайкин. Вот с ними есть связь? И вообще вы рассчитываете еще на него? Ну, Юра, да, к сожалению, в этих матчах не играл. Значит, списывались с Данилой Ходиком, созванивались, ждет своего шанса. Потом, значит, Никита. Очень жаль, что вылетели, потому что он очень хорошо отыграл эти два матча и все сделал, чтобы его команда прошла дальше. Особенно в ответном матче выручал. С Никитой тоже общались. Очень они хотели пройти дальше. Никита играет хорошо. Несмотря на то, что была травма тяжелая, он пропустил там больше четырех месяцев, он этот уровень тоже так же держит. За всеми нашими смотрами общаемся. Кто следующий после матча может уехать в Европу? Вот из нынешнего состава премьер-лиги, кого вы увидите в европейских хороших клубах? Если это ближайший год-два, то Саша Максименко, думаю. Если это дольше, то оно может поменяться. Потому что вратарей хороших много. Вот с чем вы связываете это? У нас осталась вратарская школа, вы как один из главных специалистов. То есть реально выбор у вас отличный. Я это связываю с тем, что у нас тренеры вратарей стали сильнее в первую очередь. В первую очередь это тренеры вратарей стали лучше работать. Только с этим в первую очередь. Очень много хороших тренеров, которые развиваются, растут. Начинают расти вратарей. Играют лучше, лучше и лучше. В первой лиге, вот смотрите, Ставер пришел. Новые лица появились, там Голков появился. И вообще премьер-лига, скажем так, обновилась, помолодела. Уровень вратарей хороших прибавляется. И у них, при том, что школа, у тренеров вратарей, у всех разная манера. То есть каждый чем-то... Вот тот же Латышонок. Вы можете его главное преимущественно другими объяснить? Конечно. Я как не профессионал смотрю и не могу это объяснить. Можете его объяснить? Могу двумя словами. Простота и надежность. Правильное решение, ничего лишнего. Правильная позиция. Вот вы видели, сколько моментов мяч в него попадает в беспростане. Оно же не просто так. Потому что правильная позиция, правильная стойка. Кто-то в момент удара двигается. Кто-то в момент удара руки держит внизу, не успевает поднять. Кто-то гадать начинает, да? Он просто делает все правильно. И поэтому вот это слово простота и надежность, она присуща. И вы стали сейчас спрашивать, почему вратарей. Вот, наверное, первый сезон, когда было очень много переходов вратарей в Премьер Лиге. Наверное, больше всего это в этом году. А это говорит о том, что вратари стали востребованы в разных клубах. Выбор большой стал. Это в первую очередь ответ на это. Я вижу то, что вратарей много стало хороших. Захотели выбрать вратаря. Вот, и этот есть, и этот, и этот. И я хочу сказать, что у каждого вратаря, насколько я знаю, было не по одному, а даже у некоторых по два и три предложения. Это говорит о том, что вратарей все больше наших. Виталий, Виталий, четыре вратаря примерно одного уровня в крыльях. Для вас это удивлено этим? Ну, там же ситуация не такая простая. Там Богдан был травмирован. И было ясно, что он не начнет сезон. Уже не Фролов, хотя говорят, там изначально был третьим. Но он в любой момент мог стать первым, как это было в том сезоне, когда он вышел со Спартаком. И команду практически вытащил, оставил в Премьер-лиге. В то же время, понятно, что Богдана не было. Женя там как играющий тренер. Насколько я разговаривал с тренером вратарей Крылья Советов. Он и тренирует, и может в любой момент тренируется, и встать ворота, если надо. По сути там шла конкуренция только у Вани Ломаева и Сергея Босякова. Звучит, что четыре, а на самом деле сейчас у них все четыре травмированные были, если вы знаете. Да. То есть у них вообще ни одного не было, буквально еще несколько дней назад. Нет, это нормальная ситуация. Для конкуренции. Вы по возрасту для вратарей не вводили в последнее время никаких ограничений? Ждал я этого вопроса, опять про возраст. Давайте так, я на вскидку просто сейчас. Касселес закончил в 37, да, Шмейхель, по-моему, в 38, там Буфон в 45, там Шилфон в 41. Там, если есть список брать, вот этих вратарей великих, которые играли от 37 до 45, он огромный. Вратари с каждым годом лучше становятся. Если они профессионально относятся к своему делу, опыт накапливается, если они в хорошей форме, они могут играть очень долго. Наоборот, на каждом чемпионате подтверждается правило, что средний возраст меньше 29-30 не бывает, а это значит, что это большая группа вратарей, которым больше 30. В паспорт не смотрим, и вообще всегда считалось, что если вратарь опытный, это даже для роли второго вратаря, опытный вратарь лучше, чем молодой. Вот это как раз хотелось услышать, что он не имеет никакого значения. Абсолютно. Главное мастерство. Абсолютно. Тольсач, сейчас уже были ребята. Барри говорил о том, что он ничего не знает про команды соперников. Вратарей это особая история, но информации мало. А как вы будете готовить вратари, если вообще какая-то нарезки там? В 19-15 у нас сейчас теория. У нас мы покажем, значит, в Вьетнам вратарям, как они прессингуют, как мы будем выходить. Завтра это будет тренировка на поле. Мы расставим игроков Вьетнама так, как они прессингуют на нашей половине, чтобы вратари видели зоны, через которые надо начинать атаку. Вы сказали, что следите и общаетесь с Никитой Хайкиным. А заинтересован ли он в том, чтобы сыграть за сборную России? И в целом стоит ли нам его ждать рано или поздно? Рано нет, но похоже, да? Сейчас ситуация пока опять не складывается. Пока нет. Но у него есть... Огромное желание. Вообще вот вы спрашиваете желание. Ну я не знаю там как у полевых игроков. И у нас в премьер-лиге и за границей все вратари, хотя нет официальных игр, они очень хотят приезжать в сборную. Были даже такие случаи, когда я не буду говорить фамилию, вратаря звонят, и говорят, я согласен приехать в четвертом, даже если согласен, что вы потом меня отцепите, я очень хочу приехать. То есть ни разу не было, чтобы кто-то из вратарей сказал, что можно я не приеду, у меня какие-то дела, или там что-то болит, нет. Все, коллега, спасибо. Спасибо.